Приветствую, вы Саня. Ну, понимаете, момент в том, что вам здесь не столько нужно понимать его поведение, сколько желательно разобраться в себе, потому что основной момент в том, что вы, скорее всего, человека не можете отпустить. Вот. Именно у вас есть некоторые трудности в том, чтобы опустить вашего, может быть, бывшего, не знаю, молодого человека. Вот. Вот. И еще дальше. Вот. То есть вы это сделать не можете. На такая штука. И трудность заключается именно в этом, в том, что вы не можете его отпустить. Вы, вот, по-видимому, продолжаете надеяться на то, что у вас с ним что-то будет. Вы продолжаете надеяться на то, что между вами что-то будет. Вы продолжаете надеяться на то, что ваши отношения к чему-то приведут. Вы продолжаете надеяться на то, что, может быть, что-то у вас с ним получится. Вот. Хотя, никакого, никакого подтверждения, условно говоря, вот, никакого подтверждения от того, что вы, что между вами что-то будет, нет. Вы здесь сами себе, вот, к сожалению, да, что-то надумываете. Вы здесь сами себе, к сожалению, придумываете что-то и пытаетесь это притворять жизнь. Вот. То есть, проблематика здесь, она, на мой взгляд, вот такая. Проблематика здесь, на мой взгляд, в этом. Основная проблема, в этом. Понимаете? Вот. В этом беда, да. Ваши. Вот. Дальше. Молодой человек испытывает к вам, вероятно, достаточно теплые чувства, вот. Достаточно теплые чувства испытывает к вам, молодой человеку. Но он понимает, вероятно, что для отношений с вами нужно что-то большее. Для отношений с вами нужно что-то такое, на что он пойти, вероятно, вероятно, что он не готов. Вот. На данный момент он не готов пойти. На это. Вот. И всё. И, соответственно, поэтому к вам не пристаёт. Лармэн, он, в том числе, хочет сохранить какую-то вот память о вас. Лармэн, он хочет, чтобы, ну, не хочет забывать вас, потому что вы чем-то, ну, чем-то важны ему, да? И так далее. То есть это вот... Его понимают, да, его пытаться понять. Очень неблагодарное дело. Пытаться понять человека другого, понимаете? Вот. А куда более, скажем так, продуктивнее было бы разобраться с вами. Вот. Почему вы не можете двигаться дальше? Почему вы, там, следите за ним в его соцсети, если я правильно вас понял? Хотя здесь я не исключаю того, что, ну, того, что мог неправильно понять. Ну, вот. Но мне показалось так, что вы за ним следите. Вот. Ну, вот. То есть вы не можете двигаться дальше. Ну, это такая штука. Ну, ну, могу ошибаться, могу ошибаться, могу ошибаться. Ну, вот. То есть вы не можете двигаться дальше. Она такая штука. И проблема в этом. Вот. Не в том проблеме, чтобы понять его поведение. Потому что мужчина, может быть, сам не до конца понимает свои действия. Мужчина, может быть, сам не до конца дает себе отсчет в том, почему он так поступает. Мужчина может этого не знать сам. А вы пытаетесь его понять. И, к сожалению, вы проиграете в этой битве. Потому что другого человека понять, другого человека практически нереально. Вот. Если только он сам не хочет что-то там рассказать и так далее. Вот. Здесь, конечно, вопрос встает такой. Точнее, вопрос встает так. Что мешает вам задать, собственно, спросить у молодого человека напрямую, да? Вот. То, что вы спрашиваете у нас. То есть в чем суть того, что он делает, да? Вот. И если вам, например, ну, если вам, например, тяжело с ним встречаться, если вам, например, трудно с ним общаться, допустим, да? То есть если вы, ну, как-то вот переживаете и так далее, то, ну, наверное, может быть, не стоит тогда. То есть вам, наверное, может быть, имеет смысл отказаться с ним от встречи. Но вы же соглашаетесь. И получается, что соглашаетесь, вы, как раз, испытываете надежду. Вот. А это вот такая достаточно негативная, на мой взгляд, тенденция. Вот. Такая вот история. То есть, Анна, пытаетесь понять, что психологи помогают разобраться в себе, но не в, ну, не в других людях. С другими людьми это не работает. Вот. Ну, я открыл ваш вопрос, да, вы... Точнее, я открыл ваш профиль. Вы задавали до этого только вопросы в эзотерике. Вот. Может быть... Может быть... Вы не знаете, как правильно их задавать. Вот. Так же я посмотрел дату рождения. Вы девяносто седьмого года. Соответственно, сейчас вам двадцать три года. Вот. И как бы... Так получается, что... Эм... Значит... Когда вам было... Эм... Так. Сейчас я скажу, сколько вам было. Попробую почитать. Эм... Когда вам было восемнадцать лет, вы же интересовались про детей. То есть, здесь идет вот какая-то ориенда... Ориендация на детей, да, на семью, возможно. Вот. То есть, вы всегда сеете вот к человеку. Вот. Возможно, здесь же есть какой-то такой вот элемент. Элемент зависимости. Элемент... Элемент нуждаемости. Вот. От... Ну... От партнеров. Вот. Не хотелось бы, конечно, чтобы так было. Но, вероятно... Вероятно, что-то такое имеет место быть. Вот. Вот. Если что-то такое имеет место быть, то, соответственно, с этим также нужно поработать. Потому что... Эм... Как бы, ну... То, что вы... В... Восемнадцать, допустим, лет интересуетесь детьми. И то, что вы в восемнадцать лет, вероятно, столь ориентированы на отношения. Это все-таки говорит о том, что... Эээ... Себя вы в какой-то степени обесцениваете. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Эээ... Ориентируйтесь на себя. Эээ... В первую очередь, эээ... Старайтесь... Ээээ... Ну... На первый план старайтесь... Ээээ... Выставлять... Эээ... Себя... Эээ... И так сказать, у вас... Эээ... Все будет... Получаться. Эээ... Вот. Ну, а я вам... Ээээ... Желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи, я надеюсь, что ваша ситуация разрешится и вы выберете специалиста для решения своих проблем. Я надеюсь, что вы именно поработаете с психологом. На тему того, что вас беспокоит, на тему того, что вас волнует. Удачи вам, всего самого доброго.